Основы религиозной культуры и светской этики – школьный предмет, состоящий из двух так называемых модулей. У родителей есть право выбора – будет ребенок изучать основы православной культуры или основы светской этики соответственно. Чтобы выяснить отношение жителей республики к нововведению и узнать их предпочтения, был проведен опрос. На вопрос, какой вы выберете модуль для вашего ребенка, выбрали бы, мнение родителей выглядит следующим образом. Более 40% родителей выбрали бы основы православной культуры и почти 60% – основы светской этики. Надо сказать, что здесь не было вопроса никакой выбора, сознательно, для того, чтобы мы видели картину в чистом виде. В опросе участвовали более 26 тысяч человек. По словам Светланы Турчак, большинство родителей высказали за то, чтобы по итогам этих курсов школьники не получали оценок. Мнение населения здесь совпало с точкой зрения специалистов Министерства просвещения. На заседании высказывались и другие предложения по работе модулей. Я думаю, что пользы будет, если больше, если мы предоставим некую свободу в передвижении. Даже если ребенок одну четверть походит на основы православной культуры, а вторую четверть на основы светской этики, потом снова вернется на православную, не будет никакого вреда. Цели и задачи, в принципе, одни и те же. Если говорить о цели курса, то более 50% опрошенных видят ее в том, чтобы ребенок усвоил понятие добро, зло, совесть и честь. Такие пожелания относятся и к Вадимому с нового учебного года циклу «Мировая художественная культура». Он будет состоять из нескольких предметов. Раньше это было пение, музыка, вернее, рисование. Теперь понятно, что для седьмого класса это немножко смешно, рисование и музыка. Поэтому сейчас семиклассники будут в рамках МХК готовить изучать курс искусства. В восьмом классе основы нравственности мировых религиозных культур. И в девятом классе, собственно, мировая художественная культура, как такова, как, в общем-то, апофеоз культуры человечества. Небольшие изменения в базисном учебном плане коснулись и других предметов. Например, профориентация будет больше направлена на практику. Лекционные занятия займут только 30% отведенного времени. Это необходимо, чтобы как можно лучше помочь школьнику в выборе будущей профессии, отметили на коллегии.